Тема настоящего ролика является вопрос Правда ли, что у животных нет высших психических функций и они не болеют шизофренией? Этот вопрос мне задавали люди самых разных специальностей и самых разных возрастов От школьников до научных сотрудников Ветеринары, психиатры, терапевты биологи разных специальностей, психологи Дело в том, что этот вопрос волнует многих людей не потому, что он такой вот теоретический а потому, что он скорее практический Действительно, у многих людей есть домашние животные и они видят нарушения поведения этих животных Так можно ли считать, что у животных тоже есть психические нарушения сходные с нарушениями человека? Что на эту тему говорят в школе? Чему нас учат в школе? В школе нас учат и в пятом классе, и в шестом, и в девятом, и в восьмом и на экзамене ЕГЭ учат тому, что животные и человек – это абсолютно разные существа Ну, например, шестой класс Животные Все поведение подчинено инстинктам Они не обладают высокоразвитым мозгом Не умеют говорить Используют только естественные орудия Восьмой класс Человек ставит цель самостоятельно Приспосабливает, преобразует природные и социальные условия А животное следует инстинктам и само приспосабливается к окружающей среде Девятый класс Животные используют только естественные орудия Поведение подчинено инстинктам Не обладают высокоразвитым мозгом и не умеют говорить Ну и ЕГЭ Человек обладает мышлением Человек обладает членораздельной речью Человек способен размышлять о своем прошлом Человек способен передавать окружающим объективную информацию об окружающем мире И человек способен к сознательной, целенаправленной деятельности То есть, по сути дела, все одно и то же И только о том, что человек – это существо гораздо более высокоразвитое Причем принципиально более высокоразвитое И принципиально отличается от животного, имеющего только инстинкты Но людей, особенно тех, кто интересуется психиатрией Это не устраивает такой подход И довольно часто на форуму звучат-то вопросы А бывает ли шизофрения у животных? Вот на одном форуме такой вопрос был задан И ответ админа был следующий Дословно «шизофрения» в кавычках Это раскалывание ума, рассудка А поскольку рассудком в полной мере обладают только люди То и по определению животные не могут страдать шизофренией Животные живут только рефлексами, необходимыми для выживания И лишь высшие животные показывают зачатки разума Откуда же пошло такое общее мнение? Сколько я не рылась в интернете, сколько я не читала учебников Особенно экспериментальных доказательств этому не было Как правило, все обращаются только к здравому смыслу Ну вы же все знаете, что у человека есть речь, а у животных нет Но всем же известно, что животные не могут делиться воспоминаниями А человек воспоминания эти имеет Ну и так далее Как выяснилось, впервые в России Такую позицию отстаивал Лев Семенович Выгодский Именно человек принципиально отличается от животных Было это в начале 20 века, когда шел спор между сторонниками Ивана Петровича Павлова Ну и педологами, как раньше называли психологов С позиции биологического подхода человек имеет естественное происхождение И является частью живой природы Поэтому его психическую жизнь можно описать теми же понятиями, что и психическую жизнь животных Это была позиция сторонников Ивана Петровича Павлова А Выгодский решил проблему по-другому Он показал, что человек обладает особым видом психических функций, которые отсутствуют у животных И эти функции, названные Выгодским высшими психическими функциями Представляют собой высший уровень психики человека, называемый сознанием В настоящее время такая точка зрения бытует только в России А как выглядит точка зрения западных исследователей, я покажу сейчас на простом примере Допустим, мы шли по улице и увидели Ну, два парня дерутся, девчонка разнимает Сидят старушки на улице и кричат, ай-яй-яй, таких лечить надо Ну, согласна, допустим, таких надо лечить Но если лечить, значит, надо делать модели для поиска лекарств Вот посмотрим, теперь обратимся к экспертам То есть к людям, которые нам подскажут, в каком направлении искать эти модели Итак, наши эксперты Внизу, в левом углу, в синем квадратике, спортсмен Он может посмотреть на драку этих ребят и сказать Ну да, там один из них доказывает свое превосходство В левом верхнем углу, в черном униформе полицейский Который может интерпретировать эту драку как нанесение побоев Статья 116 Уголовного кодекса Сверху психолог, который может посетовать на плохое воспитание в детстве особенно На плохие примеры, на то, что человек вырос в неблагополучном районе И привык решать все проблемы кулаками И справа психиатр, который может предположить, что Либо у ребят, ну или у кого-то из этих ребят нарушение мозговых функций Или присутствует неврологическая симптоматика Либо у него расстройство личности, ну либо какие-то сопутствующие психические заболевания Начнем с первых двух, то есть полицейского и спортсмена Какие модели на животных могут отражать их точку зрения С левой стороны полицейские, которые считают, что это было нападение Это было умышленное нанесение телесных повреждений Что это может быть у крыс? У крыс тоже есть подобное поведение Возникает оно у крыс, которые боятся чего бы то И не могут уйти, не могут спрятаться То есть страх и невозможность убежать Характерной чертой такого поведения это являются укусы, которые идут в голову и в нос Они реально калечат соперника Моделью такого поведения калечения является драка на электрополу Это именно так она и называется Животных сажают в клетку на пол, в который подается электроток Он не сильный, но щипит им лапки Животные не могут убежать и начинают кидаться друг на друга Вот тут-то они и в кровь разгрызают друг другу голову и носу Теперь точка зрения спортсмена Есть ли модель для нее? Да, тоже есть Выяснение, кто тут самый главный, кто тут самый старший У мышей и крыс тоже существует Когда животные сидят в тесной клетке и к ним подсаживают новенького Вот этот новенький должен себя отвоевать как бы место под солнцем То есть свою территорию Начинается драка Именно эта методика называется резидент-интрудер Резидент это обитатель, исконный обитатель данной клетки А интрудер это тот, кого подсадили Это наступательная территориальная агрессия И укусы в ней идут в бок или лапы Это ритуальная как бы драка Которая не несет в себе смертельной опасности для оппонента В данном случае экспериментатор У которого вдруг в клетке начались такие безобразия Поступает однозначно Он просто рассаживает животных по разным клеткам Увеличивает площадь, территорию которой могут занимать животные Драки прекращаются В случае же, если укусы животных идут в голову и нос То есть это драка Целью которой является нанесение телесных повреждений партнеру То тут единственный выход Такого дручина изолировать Ну примерно так же, как и поступил бы в этом случае полицейский Теперь рассмотрим точку зрения психолога Который сетовал на плохое воспитание Существует теория социального научения Которая гласит о том, что постоянное положительное подкрепление Определенных агрессивных актов В конце концов формирует привычку Агрессивно реагировать на самые разнообразные раздражители Вплоть до того, что возникает произвольная агрессия Даже без какого-либо повода Можно ли наблюдать такое поведение у животных? Можно Методика называется условное предпочтение места Животные предпочитают места, где ранее прошла успешная агрессивная встреча Вплоть до того, что они начинают искать соперников Специально, чтобы подраться И за эту возможность подраться Их можно научить каким-то штучкам Например, нажимать на педальку или что-то делать То есть возможность вот так вот подраться Является положительным подкреплением Кого этот вопрос больше заинтересовал Вот на этом слайде внизу в голубом квадратике Ссылка на соответствующую статью Теперь перейдем к мнению врача Психиатры наблюдают повышение агрессивности больных При деменции и в постинсультном периоде Агрессивность наблюдается у пациентов с деменцией Инсульт И вот у таких животных усилено агрессивное поведение Опять же, кого заинтересует Справа в нижнем углу Голубой квадратик Ссылка на соответствующую статью Итак, второй Пункт, который может подозревать врач Это агрессивность при расстройствах личности Расстройство личности Характеризуется многими симптомами Я сейчас разберу всего два Первая из них – эмпатия Фрейд, который дал определение эмпатии Говорил, что мы учитываем психическое состояние пациента Ставим себя в это состояние И стараемся понять его Сравнивая его со своим собственным Можно ли сделать модель эмпатии? Да, можно подобрать условия При которых животные будут аналогичное поведение проявлять Вот с правой стороны Белая картинка, на которой так схематично изображены крысы Допустим, мы берем крысу Сажаем ее на электропол Это верхняя часть картинки Животное замирает, боится Этого электроудара, электротока Ну и как бы запоминает свое состояние Свое состояние Далее Мы это животное отсаживаем в клетку Так, чтобы она видела клетку с электротоком А в эту клетку с электротоком Сажаем другое животное Которое там впервые Но оно тоже начинает дрожать Бояться Так сказать, прижиматься к полу Так вот, животное Наблюдатель делает то же самое То есть оно ведет себя так Как будто это его бьют током Что характерно Животные, которые сами на себе Не попробовали удара током Они так не поступают В данном случае мы можем рассматривать Это как некую модель эмпатии Ну или одной из черт эмпатии человека Если кого заинтересует В голубом квадратике есть ссылка на статью Второй из симптомов Которые я сейчас расскажу Это метакогнитивные функции Нарушаемые при расстройствах личности Метакогнитивные функции Это термин Который введен достаточно недавно И он заменяет термин самосознание Самосознание Это какое-то очень большое И неопределенное такое слово Но тем не менее Оно раньше широко использовалось Потому что метакогнитивные функции Это способность отслеживать И оценивать Собственные когнитивные процессы Я знаю, что я знаю Я знаю, что я не знаю Я помню, что я помню Или там я помню, что я не помню Это вот это Может ли быть модель? Да, модель такие есть Ну и в данном случае Модель метакогнитивных функций Я знаю, что я знаю Она построена, эта модель по принципу разгадывания капчи. Допустим, мы заходим на какой-то сайт, и чтобы туда зайти, нам предлагается эта капча. Два варианта. Либо мы её правильно разгадываем, и тогда мы заходим на сайт, либо мы её разгадываем неправильно, и мы туда не заходим. Либо третий вариант. Нам предлагается сменить картинку. То же самое у крыс. Если они правильно угадывали картинку, и нажимали поэтому на правильный рычаг, то они получали пищу. Если они картинку неправильно угадывали, пищи они не получали, но получали штраф. Они должны были какое-то время сидеть просто так и не имели возможности пищу добывать. Если же животное нажимало на другую педальку, она просто обнуляла всю эту систему, и ей предлагалась новая картинка. Штрафа она в этом случае не получала. Так вот, чем труднее была картинка, чем чаще животные нажимали на обнуление. Они были неуверены. Чем менее они были уверены, чем чаще они нажимали на рычажок обнуления. Да, это в какой-то степени модель метакогнитивных функций, когда животное оценивает вероятность своего успеха в зависимости от того, насколько она уверенно определяет эту картинку. Итак, мы видим, что существует поведение животных, которое очень похоже на мнение наших экспертов. Да, мыши или крысы доказывают свое производство над соперником в определенных условиях. Да, они могут наносить противнику побои. Это правда. Да, они могут привыкать быть агрессивными. Да, агрессивность у них может быть симптомом неврологических нарушений. Кроме того, у животных проявляется способность к эмпатии и к оценке собственной компетентности, то есть элементы самосознания. Таким образом, тезис о том, что животные живут только рефлексами, необходимыми для выживания, не подтверждается. И психопатологию человека можно моделировать на животных. Благодарю за внимание. Продолжение следует...